Данную паковку я начал делать еще в предыдущем видео про изготовление горна. Тогда я ее отковал до своей, получается, формы. Полный цикл вы можете увидеть сейчас. В принципе, это моя первая паковка, именно такая прямосмысленная паковка в горне в жизни. До этого я пробовал, делал меч, который особо внимательно могут увидеть у меня за спиной на видео. Это меч из уголка, который я грел в бочке и разгибал его на швеллере. Но это чисто декоративная функция и никто его не закалял просто для красоты. А это именно осмысленная паковка. После ковки я его ободрал, именно всю шелуху сверху. И придал форму клинку. КОНЕЦ Дальше у нас следует закалка. Закаливал я его в обычном масле моторном. Потом слегка остудил в воде, убрал остатки масла тряпкой. И выключил горн и оставил на ночь остывать в горне, то есть отпускаться. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пока наш нож отпускался и оставал горн, я изготовил две латунные пластины из какого-то перехода или фитинга латунного, который просто распилил и разогнул. А также прошел со шкуркой. На следующий день отпуск нашего ножа уже произошел за сутки. И я дальше начал обдирать его и придавать уже именно красоту наводить, можно так сказать. Проходимся вдоль шкуркой разных калибров, а также корсчеткой, чтобы убрать из остатков именно формы ключа наше пригоревшее масло или шелуху отпаковки. И подбираем нашу будущую ручку. Для ручки я взял кусочек ясеня, а для больстера кусок кости и две латунные вставки. Кость это говяжья выборенная нога. Дальше особо комментировать нечего, делаем разметку на всех частях и склеиваем нашу тему на эпоксидку. Дальше особо комментировать нечего. Спустя еще сутки эпоксидка застыла. И в процессе получается наш клинок немного сместился в ручки. Я выбрал больше, чем нужно. И поэтому немного получилось сместить саму ручку относительно ножа. Благо, что я выбрал довольно большой брусок. Отпиливаем лишнюю длину и начинаем потихоньку зачищать. Процесс этот весь глупо показывать, потому что он в принципе весь однотонный и однородный. Ты просто зачищаешь. Придаем форму нашей будущей ручке. Я просто взял форму со старого ножа, более удобного, ну тоже кухонного. Опять проходимся по клинку наждачкой разной зернистости вплоть до 800. Идеально шлифовать я его не стал, потому что это глупо. Да и я не люблю зеркальные ножи, это дебилизм, мне кажется. Особенно, когда он такой брутальный, из ключа. Слегка пропитываю морилкой цвета клен, чтобы она немного забила поры. А потом проходимся по ручке маслом с воском. Предварительно, кстати, да, нужно закрыть больстер, чтобы не окрасилась кость. Потому что у меня уже были такие косяки, именно кость красится морилкой и потом ее не вымоешь, она сильно поры забивает. Да, нож получился довольно толстый и я не смог сделать идеально тонкие спуски, чтобы он резал просто как, ну как, я не знаю, как масло. Бумагу он не режет, потому что он толстый. Но овощи, как бы все остальное он крошит замечательно. Ну, то есть обычный хороший кухонный, но в нем нет ничего супер-пупер. Но, тем не менее, как говорится, все равно первый блин коба. Короче, данный нож, он не заточен до бритвенной остроты. Да и заточить, скорее всего, не получится, потому что идеальные тонкие спуски у меня не получилось сделать, потому что делал на своей шлифмашинке дурацкой. Но выглядит он вполне более-менее сносно. Ну да, ручка может быть слегка большевата, я, может быть, ее уменьшил бы немного. Но выглядит он прикольно. Ну и учесть то, что это мой первый нож. Первый именно от клинка до... Спасибо большое, что посмотрели. Прикольная вещь получилась. Я хочу в дальнейшем сделать еще несколько ножей, возможно, кому-то в подарок. Можно, кстати, попробовать сделать клевый нож или топор и разыграть его. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрели и до скорого.